4 декабря в хуторе Красно-Майского сельского поселения возле памятника неизвестного солдата прошел митинг. Организаторами и участниками мероприятий выступили работники сельского дома культуры, администрации поселения, учащиеся и учителя школы. 3 декабря – день неизвестного солдата. В этот день люди отдают дань любви и уважения воинам-освободителям. Помнят тех, кто погиб от рук фашистов. Им, защитникам Родины, воздвигнуты мемориалы славы, обелиски. На братских могилах никогда не увядают цветы. Слово предоставляется Датско Андрею Григорьевичу. Было сказано, что 3 декабря – это день памяти погибшим воинам. Ученики наши, изучая историю Российской Федерации, учителя доведут до них всю информацию, как это действительно происходило. Но в любом случае мы должны знать, что были такие люди, которые победили в войне, которые погибли. Очень много, к сожалению, солдат, имена которых не восстановлены, то есть захоронения были установлены, то есть места захоронения, вот как в данном случае у нас в Хуторе Красном. Но фамилии тех, кто здесь погиб, до конца так и неизвестны. Поэтому и был введен такой день памяти именно неизвестному солдату. То, что мы сегодня проводим этот день, отдать дань памяти тем воинам, которые погибли. Имена которых до сих пор нам неизвестны. При отступлении советских войск на Майкоп в районе Хутора Красного с советскими солдатами был принят бой. Было это 10 августа. Семеро бойцов были найдены жителями Хутора и захоронены в этой братской могиле. Имена их неизвестны. В 1945 году на могиле был установлен памятник с красной звездой, вот этот большой белый. В 2000 году по инициативе тогда действующего главы поселения Дорошенко Светланы Васильевны был установлен мраморный памятник с надписью «Имена ваши неизвестны, подвиг ваш бессмертен». Символично, что открытие памятника состоялось также 10 августа, в день кровопролитного боя унесшего жизнь бойцов. В населенных пунктах республики Адыгея 69 воинских захоронений, в которых захоронено 5571 военнослужащий и партизан. Имена 3238 человек неизвестны. Их имена и подвиги бессмертны, а бессмертие не имеет границ ни во времени, ни в пространстве. Могила неизвестного солдата. Смотрю, в камне высеченный лик. В нем кто-то видел мужа, кто-то брата. И каждый помнил расставание миг. Солдат, защитник, памяти достоин. В бою он именем и честью дорожит. Для исполнения последней воли воина Кулон посмертный в гимнастерку вшит. Откуда ж столько без вести пропавших? Стоит им в поле безымянный обелиск. Мы не исполнили последней воли павших. Господь за это нам еще предъявит иск. И продолжаться будет то сражение. И будет не окончена война. Пока не отдадим дань уважения, Мы каждому погибшему сполна. Война это страшно. Это кровь. Это муки. Это смерть. И через все это прошли наши прадеды, деды, Прабабушки и бабушки. Каждый восьмой житель земли страны погиб на войне. Миллионы людей расстреляны. Задушены в газовых камерах фашистских концлагерей. Сотни тысяч семей не дождались отцов, Сыновей, дочерей, братьев, сестер. Очень много неизвестных солдат до сих пор безымянными Так и лежат в братских могилах. Сегодня мы отмечаем этот памятный день. День неизвестного солдата. Это солдаты, которые отдали свою жизнь за нас с вами. За наше будущее, за наше счастье, которое мы имеем сейчас. Да, много солдат, которые еще неизвестны. И их имена очень тяжело установить. Вот, значит, так как они отдали, были в боях и отдали свою жизнь. Вот, не щадят своей, как говорится, жизни и крови за нас. Поэтому давайте будем помнить всех тех павших, которые погибли за нас с вами. И передавать нашу эту память из поколения в поколение. Я уже говорил, что без памяти истории нашей страны, нет будущего нашей страны. А нет будущего, значит, не будет нас с вами, не будет нашей Родины, которую мы все любим и уважаем. Поэтому будем достойны нашим солдатам, которые погибли в неравных боях. Традиционная минута молчания. Рассказ об истории появления в поселении могилы неизвестного солдата. Стихи о солдатах. Все это присутствующие слушали с замиранием сердца, чтобы навсегда запомнить и передать своим детям память о безымянных солдатах Великой Отечественной войны.